Почему появление обнаженных людей становится нормой Татьяна Владыкина? Рисунок к статье. Сотрудники интернет-издания The Bell Detailic, Калифорния, целый месяц работали галышом. Современное общество сложно удивить нарядом Адама и Евы. Однако выходка калифорнийцев вызвала всеобщее недоумение. Что это? Эпатаж, жажда высоких рейтингов, общественный эксперимент, проба изменить границы дозволенного или нервный срыв? РГ попыталась разобраться, что кроется за сбрасыванием одежды, и выяснить, к чему приведет массовое обнажение. Возможно, у сотрудников журнала была цель привлечь внимание к их фирме, предполагает Сергей Яниколопов, заведующий отделением клинической психологии и научного центра психического здоровья РАМН. Но скорее всего целью все-таки был эпатаж. Мы, лучше, чем другие, мы можем сделать то, что другим не позволено. Большая часть людей стесняется своего обнаженного тела. Одежда – это своеобразная нравственная защита. Мы становимся невольными зрителями лишения себя этой защиты. Куда выведет нас кривая с навязыванием прилюдного обнажения? Какая-то часть общества будет веселиться по поводу чужой глупости, какая-то считать, что отныне все дозволено, а какая-то небезосновательно осудит ни к месту раздевающихся. Читайте также. В Москве голый мужчина пытался проникнуть в посольство США, но похоже, что общество в молодой склонной к странным экспериментам своей части начинает проверять границы дозволенного. Акция The Bald Delic объяснялась лозунгом «Освободишь гениталии, освободишь разум», сообщает www.slavaxac.com Хотя такая зависимость весьма сомнительна. Сначала участники эксперимента испытывали определенную неловкость, расставаясь со своей одеждой в раздевалке. Но через несколько дней обнаженные мужчины и женщины вошли во вкус и перестали друг друга стесняться. Они так освоились, что возросла производительность, а их рабочие отношения превратились в радостное товарищество, глубокие и доверительные отношения. Закончив эксперимент, они выложили почти пуританские фото, на которых улыбаются и общаются друг с другом как ни в чем не бывало. Это не единственный пример раздевания на глазах у изумленной публики. Эволюция на годы привела к тому, что сегодня обнаженное тело успешно используется для борьбы за свои права. Горожане Братлбора, США, штат Вермонт, одно время страдали от новой молодежной моды бродить по центру города в голом виде. Поскольку закон штата не запрещает появляться без одежды в общественных местах, городские власти оказались бессильны. Студенты и старшеклассники, шокирующие своим видом сограждан, объясняли, что снимая с себя одежду в центре города, они отстаивают гражданские права. Авторы программы «Голые новости» пользовались бешеным успехом у зрителей благодаря девизу «Нам нечего скрыть». Секрет успеха заключался в том, что ведущие обнажались перед камерой, читая новости. Посещали миллионы человек в день. Обнажающиеся не столько разглядывают друг друга, сколько смотрят на реакцию окружающих. Чем сильнее удивление, тем больше восторг в прилюдном обнажении. Есть два разных момента – поведение раздевающихся и реакция окружающих, объясняет Сергей Николопов. В первом случае можно договориться, что это некая странная философия, дескать, мы нестандартные, и тут не дурь, а идейность, как у нудистов. А вот вопрос о реакции наблюдателей сложный. Был такой старый американский проект, который до сих пор существует на разных каналах, с розыгрышами типа сваливающегося платья. Большая часть невольных участников бывала жутко удивлена и смущена от неожиданности. Сами же обнажающиеся не столько разглядывают друг друга, сколько смотрят на реакцию окружающих. Чем сильнее удивление, тем больше восторг. Интересные факты. Позировавший топ-лис американский повар уволен за фото в Facebook. Удивление аудитории вызвал появившийся не так давно в сети ролик с условным названием «Шок». Европа деградирует. В аннотации к видео поясняется, в спортзале мальчики и девочки от начальных до выпускных классов вместе с учителями раздевшись абсолютно до гола выполняют физические упражнения. Пунктуация сохранена. Примечание ред. На самом деле в спортзале ничего экстраординарного не происходит. Дети разного возраста в спортивной обуви внимательно слушают учительницу, скромно прикрывающуюся шарфиком. Мальчики привычно дергают девочек за косичку, девочки, как водится, дружески хлопают по плечу. Дети прыгают через скакалку, занимаются делом. Всю одежду школьники действительно оставили в раздевалках. Происхождение ролика неизвестно. Возможно, это школа для детей-нудистов. Многие ресурсы закрыли доступ к просмотру. Кстати, в пасхальные выходные в одном из клубов «Яшкаролы» прошел неожиданный конкурс. Участникам предлагалось снять с себя как можно больше одежды. Победителям обещали ящик газировки, как сообщает местный портал ProColor. Конференсье был страшно удивлен тем, что одна из команд всерьез приняла условия конкурса и обнажилась полностью. Посетители клуба не могли отказать себе в удовольствии запечатлеть увиденное и незамедлительно выложить видео в сеть. Прямая речь Даниил Дендурей, культуролог, главный редактор журнала «Искусство кино». Я думаю, это пилотные проекты, связанные с тем, что в интернете стараются найти новое пространство для будущих то ли раскрепощений, то ли насилий. А может быть, это пишется в одно слово через дефис. Раскрепощение выступает как насилие и насилие как раскрепощение. Это такие культурные перевертыши. Эдакие эксперименты, связанные с тем, что можно делать, а что нельзя точка понятно, что степень обнажения тела, во многом еще не освоенное пространство человеческих коммуникаций. Когда-то Мэри Куант, отрезавшая юбку на 15 сантиметров выше колена, совершила настоящую революцию. 500 лет назад показать женскую лодыжку было невозможным. Это было невероятное моральное преступление. А сегодня топ-лис – не преступление. Телеканал «Перец» на российском телевидении спокойно показывает топ-лис чуть ли не ежедневно. И ведь, что интересно, когда это не касается идеологии, никто против не выступает. Смотрите также. В центре Омска задержан голый актер сегодня это кажется чудовищным, а завтра, может быть, будет нормой. Вы знаете, в русском языке много ругательств, но законодательно запрещены всего четыре слова и их производные. Так и здесь, демонстрация первичных половых признаков в какое-то время может быть запрещена, лет на 300. Это очень серьезная сфера. Человеческое тело – такая же область культурных освоений, как космос, я в этом убежден. Куда это ведет? Те люди, которые обнажили женщину, к чему они пришли? Те, которые закрывают сегодня женщину в платок, чтобы не показывать волосы, к чему они придут? Почему миллиарду мусульман кажется чудовищным показывать женские волосы? Человеческое тело – это космос. Мы не знаем, когда наступит обнаженное завтра и к чему оно приведет. Мы еще пока, к счастью, не видели женщин в стрингах, выступающих на заседании ООН или приходящих на дипломатические раунты. Даниэл Дендурей «Мы пока еще, к счастью, не видели женщин в стрингах, выступающих на заседании ООН». Фото – Аркадий Колыбалов тем временем высший суд Швейцарии признал незаконными прогулки по лесистой и горной местности в голом виде, сообщает. После инцидента местным властям пришлось всерьез заняться проблемой граждан, разгуливающих голышом. В 2009 году местная жительница вынуждена была созерцать на прогулке обнаженного туриста и попросила власти наказать нудиста за непристойное поведение. Мужчине выписали штраф в размере 100 швейцарских франков. Платить он отказался, объяснив, что он регулярно так гуляет и не считает свое поведение непристойным. Суд его оправдал, но прокурор не согласился. В итоге апелляционный суд назначил штраф в 200 франков. Нудист, любитель снова отказался платить. Но высший суд страны все же признал прогулки в голом виде незаконными.